функционирование селезенки и желудка. Упражнение 6. Воздействие на активную точку Цзянь Цзин. Рекомендуется надеть одежду с биофотонами, защитный пояс, на пульсники, на локотники, на коленники. Движение. Ладонью правой руки через плечо слегка ударьте по активной точке Цзянь Цзин. Одновременно с этим тыльной стороной левой руки слегка ударьте по точке Шэнь Шу. Меняя руки, повторите упражнение несколько раз. Эффект. Профилактика гипертонии, укрепление почек, облегчение боли в спине. Функции активных точек. Точки Цзянь Цзин. Располагаются симметрично на плечах посередине линий, соединяющих точку Даджуй и вершины акромиальных отростков. Воздействие на эти точки способствует улучшению проходимости меридианов, изгнанию внутреннего патогенного ветра, улучшению циркуляции крови, прочищению молочных протоков, рассасыванию застоев и облегчению боли. Рекомендуется массажировать при апоплексии, излишних скоплениях мокроты в дыхательных путях и горле, болях в шее, спине и плечах, туберкулезе лимфатических узлов, опухолях, остром и хроническом мастите, при отсутствии секреции молока, осложнениях после полиомилита, шуме в ушах, гипертонии, растяжениях и ригидности шейных и затылочных мышц. Упражнение 7. Расправленная грудь. Рекомендуется надеть на пульсники, на локотники с биофотонами. Исходное положение. Пальцы рук сжаты в кулаки, ладони при этом обращены к себе, руки согнуты в локтях. Движение. Руки с силой сходятся одна над другой в области груди, затем с силой расходятся назад, при этом расправляется грудь. Повторите упражнение несколько раз, чередуя положение рук. Эффект. Расправляется грудь, улучшается осанка, разрабатываются локтевые и плечевые суставы. Упражнение способствует укреплению сердца и легких, улучшению циркуляции ци и крови, укреплению иммунитета и корректировке нарушений, вызванных рахитическими деформациями грудной клетки, оказывается профилактическое действие против периартрита. Упражнение 8. Поочередное вращение руками. Рекомендуется надеть на пульсники, на локотники с биофотонами. Исходное положение. Поместите левую руку на пояс так, чтобы большой палец располагался на спине на точке шэньшу. Правую руку поднимите над головой, сжав пальцы в полукулак. Движение. Большим пальцем левой руки надавливайте на активную точку шэньшу, а правой рукой производите вращение вперед 4 круга. Затем, не останавливаясь, сделайте 4 вращения в противоположном направлении. На четвертом вращении выбросьте раскрытую ладонь вперед. Повторите упражнение, поменяв руки. Эффект. Улучшение проходимости цзин-ло плечевых и локтевых суставов. Профилактика заболеваний данных суставов. Профилактика теннисного локтя. Упражнение 9. Повороты корпуса с ритмичными движениями пальцев. Рекомендуется надеть защитный пояс на пульсники и на локотники с биофотонами. Исходное положение. Корпус развернут вправо, спина прямая, кисти рук на уровне пояса. Руки немного согнуты в локтях и тоже обращены направо. Ладони открыты, обращены вниз. Движение. Ведите руками справа налево, ритмично сжимая и разжимая пальцы 4 раза. При этом немного сгибая локти при каждом сжатии и слегка приседая при каждом разжатии пальцев. Во время упражнения сила аккумулируется в предплечьях и кистях. Развернув корпус влево, начинайте поворачиваться в обратном направлении, выполняя аналогичные движения пальцами по 4 на 1 поворот корпуса. Повторите упражнение несколько раз. Эффект. Упражнение укрепляет мышцы рук, помогает избавиться от дрожи в руках, прочищает зынло поясничных и коленных суставов, способствует предотвращению гиперостоза плечевых, локтевых суставов и позвоночника, а также оказывает профилактическое действие против гиперостоза шейного отдела позвоночника. Упражнение 10. Лодка. Рекомендуется надеть защитный пояс на пульсники, на локотники и на коленники с биофотонами. Исходное положение. Корпус развернут вправо, правая нога на шаг впереди. Кисти обеих рук образуют полукулаки, ладонью вниз и располагаются на уровне пояса. Движение. Вытяните руки и не разжимая ладони, производите вращение сверху вниз, сходное с движениями при гребле, слегка раскачиваясь вперед-назад. Когда вы наклоняетесь вперед, правая нога сгибается, а левая остается прямой. Когда вы откидываете корпус назад, правая нога выпрямляется, а левая сгибается. Сделайте 8 вращений, затем разверните корпус влево, выставив левую ногу вперед и повторите еще 8 раз с вращениями руками снизу вверх. Эффект. Стимулирование цзинло плечевых, локтевых суставов и поясницы. Улучшение перистальтики внутренних органов. Регулирование функционирования селезенки и желудка. Укрепление сердца, легких, почек. Профилактика боли и гиберостоза в поясничном отделе позвоночника. Упражнение 11. Круговые движения руками. Рекомендуется надеть защитный пояс на пульсники, на локотники и на коленники с биофотонами. Движения. Корпус повернут влево, левая нога на шаг впереди. Поднимите руки на уровень груди, слегка согните их в локтях, ладони обращены вниз. Производите круговые движения руками в горизонтальной плоскости против часовой стрелки. Раскачиваясь вслед за руками вперед-назад, при наклоне вперед левая нога сгибается, а правая остается прямой. Когда вы откидываете корпус назад, правая нога сгибается, а левая выпрямляется. 8 вращений. Затем разверните корпус вправо, выставив правую ногу вперед и выполните еще 8 вращений по часовой стрелке. Эффект. Прочищение цзинло, проходящих в плечевых, локтевых, коленных суставах и поясничном отделе. Стимулирование перистальтики желудочно-кишечного тракта. Профилактика запоров. Упражнение 12. Достать луну со дна моря. Рекомендуется надеть защитный пояс на пульсники, на локотники и на коленники с биофотонами. Движение. Поднимите руки высоко над головой, развернув ладони тыльными сторонами друг к другу. Затем опустите их, разводя в стороны, одновременно приседая. Когда кисти ваших рук окажутся перед стопами, разверните их ладонями вверх, сведите и поднимайте их перед собой. Выпрямляя ноги в коленях, когда руки достигнут уровня груди, снова разверните ладони тыльными сторонами вверх и снова поднимите их высоко над головой. Повторите упражнение несколько раз. Эффект. Разработка поясничных, коленных и тазобедренных суставов. Регулирование функционирования всех внутренних органов. Профилактика ожирения. Упражнение 13. Подпереть небо, придавить землю. Рекомендуется надеть защитный пояс на пульсники, на локотники и на коленники с биофотонами. Движение. Скрестите пальцы рук в замок и поднимайте руки над головой ладонями вверх. Вытяните руки в таком положении максимально вверх три раза, как будто подпирая небо. Затем нагнитесь вперед, ноги прямые, опустите руки вниз. Не расцепляя пальцы, ладони должны быть обращены к земле, к стопам. И снова максимально вытяните руки три раза. Но теперь вниз, как будто придавливая землю. После этого снова выпрямитесь, разверните корпус вправо и повторите эти же движения руками три раза вверх, три раза вниз. При наклоне вправо-вниз левая нога сгибается, а правая должна оставаться прямой. Повторите движение, повернув корпус влево. Затем опять повторите упражнение в каждом из трех направлений вперед, вправо, влево. Эффект профилактика сколиоза, прострелов, расцепления.